Всем привет, друзья! Меня зовут Вероника Джейми и добро пожаловать на мой канал! Я сегодня специально воссоздала новогоднюю атмосферу, потому что сегодня я покажу вам в моем видео то, как я украсила свою комнату к Новому году. Мы вместе с вами соберем, украсим елку, задекорируем ее самыми красивыми игрушками, и я обещаю, вот прям обещаю вам, что после просмотра этого видео у вас будет новогоднее настроение. 2021 год был не очень-то лучше, чем 2020, поэтому пусть он скорее закончится и начнется Новый год. Надеюсь, он будет лучше предыдущих двух, а то пока что были только хуже года. Так что заварите себе вкусный чай, возьмите печеньки, имбирные желательно, а если у вас нет печенья, то вы можете взять, не знаю, что хотите, макароны, например. Ну, мало ли вы любите макароны или пельмени, допустим, без разницы. Если вы новенький на моем канале, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что сейчас у меня выходит много влогов из Дубая, так как я совсем недавно оттуда вернулась. Влоги очень классные, там я показываю все самые клевые места Дубая, шоппинг в Дубая, так что я уверена, что вам понравится. А сейчас давайте полностью до конца украсим комнату к Новому году. Для начала я отправилась на разведку в магазин посмотреть, какие же сейчас продаются декорации и новогодние игрушки. Я просто обожаю предновогоднюю атмосферу, это мое самое любимое время года, и поэтому я просто получила невероятное удовольствие от похода в магазин. Но, наверное, самая полезная вещь, которую я купила, это такой огромнейший чайный набор. И, кстати, он будет просто отличным подарком, так что если у вас есть человек, которому нужно купить подарок, подарите ему чайные наборы, потому что чай любят просто все. Ну, а после небольших покупок я, конечно же, отправилась домой наряжать елочку. Пожалуй, стоит отметить, что эта елка у меня только второй год, и я все еще не привыкла к тому, что ее нужно так долго собирать, но, тем не менее, в этом году у меня получилось сделать это намного быстрее, потому что мне кажется, что в прошлом я потратила, наверное, минут 40, просто чтобы понять, как и что делать, а в этот раз управилась минут за 15-20. Я считаю, это прогресс. Дальше самое важное – украшение новогодней елки, потому что без нее я просто не представляю Новый год. Елка – это традиция, елка – это символ праздника, поэтому, конечно, конечно, это самое важное. Как вы видите, все игрушки у меня примерно в одной цветовой гамме, розовое золото, и, по-моему, выглядят они просто чудесно. И, конечно, еще немножко подурачилась, поигралась с этими игрушечками, потому что почему бы и нет, это же праздник, это должно быть весело. Затем я довела елку до идеала, распушив ее, сделав ее самой красивой, моей любимой чудесной елочкой, а потом начала украшать ее. И, конечно же, самое прекрасное, самый чудесный момент – это когда ты вешаешь самую первую игрушку, тем самым начиная этот чудесный процесс украшения. Еще в этом году я впервые купила себе специальную гирлянду для окон, и я не представляю, как я раньше без нее праздновала, потому что, на мой взгляд, это безумно красиво. Свою я взяла в магазине лента, примерно за 700-800 рублей. Она идеально подходит к размеру моего окна. Так что, если вдруг вы думали, чем же можно еще украсить, задекорировать свою комнату, то обязательно купите гирлянду на окно. Я повесила ее вот таким образом. Я думаю, что кто-то тоже сможет ее так повесить, или, может быть, не знаю, как-то замотать ее, или вообще приклеить скотчем. В общем, думаю, тут вы уже найдете способы. Добавив последние штрихи, последние игрушки, последние огонечки, моя елка была готова полностью. Так что давайте же теперь взглянем на результат. Ну что, друзья, как вам моя елочка, и как вам это видео? Я очень надеюсь, что оно подняло вам настроение, в особенности подняло новогоднее настроение, потому что до Нового года осталось всего ничего. И в следующем году я желаю вам продуктивности, желаю вам здоровья, желаю вам успехов, и чтобы все ваши цели и мечты обязательно сбылись. Напишите мне в комментариях, есть ли у вас новогоднее настроение, украшена ли у вас комната. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и я буду очень рада видеть вас своим постоянным зрителем. Так что увидимся совсем скоро, уже в следующем году, и пока-пока!